Вот заносят флягу, братья. Мятик на что-то сам маринулся в бой. Одну мы с Николаем занесли, вторую вот и натихлась, набросился. Вот смотри морковка. 30 сантиметров длина ее. Я сейчас стереть буду. Каждое утро свежая морковка. Покажите на локте. К локтю или как? Вот она 20. Мы сейчас замерили рулеткой. Рулеткой замерили. Вот она у меня рулетка. Отрезали уже. 30 сантиметров. Потому что отрезали. Вчера у нас Надежда Осина был день рождения. Володя, яблок нарежь. Пусть нарежет. Яблок разрезать пополам, семечки вытаскивать и мне подавать сюда. Да. Володя, мне нет у этого огурса. Почи, Николай, чтобы сорвался. Да я схожу сейчас. Он яблоками будет заниматься. Даже нет-то. Обязательно. Посмотри, как я отру. Скорпит. Скорпит. Ну, хватит, хватит. Тут тоже нужно искусство. Нет, все, капит. Пополам и семечки выговариваете. А куда семечки бросать? А, вон. Да, любой вдруг. Видишь, что куда. Пополам, повдоль. Вот, видите, ножом-то ничьи какой-то. Вот. Я делаю, видишь, как вот, види. Можно вот так вот, но это не резать. Вот так вот. Это так удобнее. Нож не купится. И теперь вот эти вот вырезать там семечки. Вот так вот. И мне подать. Я их наточу сейчас. Ну, ладно, я пойду за огурцом тогда сейчас схожу. Будет сна достать. Правда, огурцов у нас в этом году мало. Некоторые погибли сразу. Вот. Это утро у нас сейчас перед завтраком. Обычно в 7 часов завтракаем. Это вот теплица тут стоит. Это вот тыква откуда-то тут взялась, разрослась. Я ее не садил даже. Видимо, семечка упала. Вот. Вот здесь вот у меня семенники не собирал огурцы. Они росли здоровые. Это помидоры еще тут зеленые. Вот. Огурчики, огурчики. С огурчиками тут плоховато. Ну, ладно, сейчас найду. С камерой плохо искать. Нету нигде ничего. Одни семенники вон лежат здоровые. Говорят, их раньше надо было убрать-то. Мелкие шли. Вот. Хватит ему на терочку. Ему только для очистки, чтобы терку почистить. Морковка хорошо сходит, вообще-то огурца. Ну, и потом водичку он добавляет тоже. Шарик, шарик. Вот у нас веселый шарик. Хвостиком виляет. Он ждет, думаю, что-нибудь такое вкусненькое я ему дам сейчас. Дадим, дадим лепешечку тебе там потом. Я начал издавать книги, писал девять лет, тридцать восемь книг вышло. И за компьютером провел где-то тридцать тысяч часов. Это вообще невероятно даже. Их зрение сохранилось. Ну, не, не. А как? Морковка. Говорят, вот капли какие-то там, каротин. А там все здесь есть. Вот так вот. Самые. У нее вот какие есть. Вот. Вот. Такие. А надо тереть на самом таком. Вот оно какое. Видишь, оно какое. На самом мелком, чтобы усваивалось хорошо. И нужно так вот. Вот так вот я прощищаю. А потом вот так вот, маленько наискосок. И опять. Наискосок прощищаю. Давить надо сильно. Надо быстро. А потом вот эти яблоки. Сюда добавляю. Вот поращищаю. И. Сейчас покажу до конца. Стоять. Что-то другой показывать будешь. Потом обувь. А вот там прощищается терка. И маленечко водички. Весну один раз. Это моя келья. Вот тут вот. И. Я сбросил материал сегодня мне утром. Из своих книг. Сейчас вот немножко. Можно даже зачитать ее. Так. Как проходит у вас допущение до крещения? Что за совещание или собрание бывает накануне крещения в Потеряевке? О чем рассуждаете? Тут тоже вот ответ. Вот открытым оком. Тон 22. И. Мы все записываем на магнитофон и потом можем представить на обозрение. 28.07.07. Собрание церковно-приходского совета по вопросу допуска оглашенных к окрещению. Пропели вначале всем собранием Царю Небесным. Отец Иоаким. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, будь милостив к нам грешным. Благослови нас, Господи, на это собрание. Умудри нас, Господи, и вразуми. Тебе слава во веки веков. Аминь. Ну, батюшка, мы всегда коротко молимся. Игла. Игнатий Лапкин. Сегодня у нас собрание по вопросу допуска оглашенных к окрещению. Перед каждым крещением собираются церковно-приходской советы и поручители. Решение совета носит рекомендательный характер. Мы священнику даем рекомендации. Он самовластно поступает, допустить или не допустить до крещения. Мы ему даем процент голосования, объяснение, почему именно так. Он присутствует, видит, что мы тут никакой подделки документов не допускаем. Официально все. Поэтому отвечайте конкретно по делу. Пащенко Владимир Александрович. Ну и здесь вот, о чем я говорил, то есть в этот момент, тут большой документ я уже не буду показывать. Потом, если кто желание будет, может посмотреть на нашем сайте. Во свете Библии он называется. Сейчас вам покажу сайт. Вот, сайт, сайт, сайт. Где у меня же сайт-то? Вот он. У нас их два сайта. Один старый еще. Сейчас откроется. Вот он, во свете Библии называется. А есть более современный тоже. Что-то вот техника не тянет почему-то. Вот. Есть вот такой вот сайт тоже. Интернет у меня слабоватый. Здесь у робота. Вот он у меня стоит. Слабенький, конечно. Ну ладно. Вообще интернет не тянет. Вот сейчас вот покажу. Вот иначе он уже дотирает. Сейчас будет. Яблочки трет. Морковка это одна. Затер. Уночный. Потом прощищаю. Ложкой вот так. Здесь. Так. А теперь яблочки маленькие. Сейчас яблочки эти. Надели там смешать. Ага. Как защищаю. Ладно. Ноченько сидит. Да? Ноченько. Ноченько. Не годится как он взял. Он вместе с этими семенами вырвал много. И она кожура одна осталась. Вот я сайт покажу тогда. Сейчас вроде открылось у меня тут. Вот он сайт. Вот это второй уже. Тут братья работают над ним. Очень удобно все сделано. Мир вам православный библейский сайт во свете Библии представляет для изучения духовную литературу. Библия. Правила. Жития святых. Проповеди. То есть. Обзорное издание, которое сейчас у нас идет. Собираем деньги. Чтобы можно было издать с толкованием Новый Завет. Вот. Для Слова Божьего нет. Уст книги. Все книги. Игнать Тихонович Иоанн Златоуст. Кронические правила. Новый Завет с толкованием. Молитва слов. Противосектантские материалы. Проповеди занятия. Проповеди стихах. Видео и звук. Занятия по Библии. Вот. Вот книги Игнать Тихоновича. Интернет плохой конечно. Ладно. Сейчас покажу в другом месте где-нибудь. Так. Четверо Евангелие. Четверо Евангелие. Истин Православие. Проповеди стихах. Первый том. Вот. Там был 22-й том. Опять тут скачивать надо. Ну, нет. Это не то. Ну, вот так вот. Слава Богу. Слава Богу за все. Возьми. Четверо Брат. Ложку себе приготовь. Кружку. Чашку. Свою? Ну, не вон там. Возьми. Просто на сушилке я вену. Сейчас время уже 15 минут 8. Вот тут у нас места описания. Надежда Василия написала. Вот они. Истинно, истинно, говорю вам, слушающий Слово Мое и верующим пославшим имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Иван Григорьевна, 5.24. Иван Григорьевна, 5.29. Ага, иду. Вот сегодня кто-то разрезал вот эту вишенку, как вырезает одна кожурка. Надо семена вытащить только, а он по краю. Ну и она никак неправильно. Но, вот как чистить терку, это огурчик. И немножко, не совсем немножко. Вот так вот, по этим. И я половинку вот оставляю на следующий раз. Ну вот здесь убираем. Потом здесь, вовнутрь. Вот как чистить мы эту терку. Это вообще не интересно. Теперь, вот она. Уже почти ничего нету. Это щеточка зубная. Вот по этим, как она ест. Теперь сгоняю туда все вниз и вытягиваю. Так. Ну и маленько мне водички надо было. Кошачья. Кошачья. Собачья кошачья. Вот. Надо искосок маленько. Раз. О! Пожалуйста. А эту щеточку можно сюда. И немножко. Здесь полокна моих. Трогать нельзя. Прикасаться нельзя. Это для всех. Теперь куда я его убираю. Теперь закрываю, чтобы мухи не садились. Дальше. Конец этого натурщика кладу сюда. Чтобы никуда не делся. Послезавтра у нас уже будет розговаривание. Успение Божьей Матери. Брат, Николай, смотри. Да. Я, значит, показал, вы мне не расслышали. Яблоко. И вот так, что я нахожусь касательно вырезать. А только аккуратненько семечки вытащить. И оно поэтому разваливается. Я не могу ничего делать. Поэтому придется так жевать. Понятно? Я полюблю. А тогда я полностью стираю яблочки какие-нибудь. Ну, садимся за стул. За стул. За молитву святых отец наших. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Отче наш, иже и все на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, як он на небесе и на земле. Хлеб наш насущен, наш он днес. И остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, сила и слава вовеки. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне, и присно, и вовеки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благоскрови. Замоли Ты при чистой Ти матери всех святей Твоей, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Отче всех на Тебя, Господи, уповая, Ты дайши им пищу во благовремение, отмерзайши Ты щедру руку Твоей, исполняя всякое животное благоволение. Боже, милостью будь мне грешен. Создав имя Господи, помилуй меня. Бесчиславец и грешим Господи, прости меня грешен и помилуй. Господи, Господи, дары, посылаемые Тобой, словом истинной и молитвой. Аминь. Аминь.